Истории про Яжи-Мать от пользователей Reddit. Плюс бонус, переписка Яжи-Матери и ее дочери. Яжи-Батя удалил мир своего сына в Майнкрафт. Схватка Яжи-Ребенка и Курицы. Отдай права моему сыну. Я-Жи-Батя удалил мир своего сына в Майнкрафт. Этот пост появился на Reddit совсем недавно, но уже успел облететь весь зарубежный интернет. В этот раз история будет от лица самого Яжи-Бати. У меня двое детей, 9-летний сын и 6-летняя дочь. И речь пойдет, конечно же, о моем сыне. У него был мир в Майнкрафт, где он построил на острове довольно внушительный замок. Это сооружение было продумано до мелких деталей. Он был очень горд собой и с радостью его мне показал. Также у нас есть несколько правил, которые должна придерживаться вся семья. Одно из них – просыпаться всегда в 7 часов утра, независимо от того, учебное это время или нет. Однако с тех пор, как занятия отменили, у моего сына начались проблемы с привычным распорядком. Он перестал просыпаться вовремя. В течение последнего месяца он спал до 9 или 10 часов утра, и ничего не помогало его разбудить. Я ставил будильник прямо у него под ухом, но он его игнорировал. Понимаете, я всегда считал, что раннее пробуждение – это важный навык, которому он должен научиться. Поэтому я сказал ему, что если в течение двух недель он не научится просыпаться вовремя, то его будет ждать справедливое наказание. Сначала он понял и просыпался вовремя каждое утро. Но в течение прошлой недели или около того он вернулся к старым привычкам. И я сказал ему вчера, что это его последнее предупреждение. Сегодня он спал до 11. Итак, я выполнил свое предупреждение, сел за компьютер и удалил его любимый мир в Майнкрафт, а также запретил играть ему весь следующий месяц. Когда я сказал ему, он начал кричать и плакать. Сын сказал мне, что он целый год работал над этим миром, и он очень расстроен, что никогда больше не увидит его. В течение дня он плакал и рыдал, отказываясь есть. Раздел на Reddit называется «Правильно ли я поступил?». Трэд уже заблокирован модераторами. Как ты думаешь, справедливое ли наказание? Схватка я же ребенка и курицы. Ох, ребята, это случилось немного больше часа назад, так что я все еще под влиянием тех эмоций. У нас есть прекрасные соседи, мы часто друг к другу ходим в гости. Сегодня они у нас забыли свои вещи, но так как оба отправились после на работу, то за вещами пришла сестра соседки. Ее мы, кстати, не очень любим. Она же я же мать в этой истории. Вместе с ней пришла ее дочь. Я так и не поняла, зачем она притащила с собой ребенка. Это же минутное дело, метнуться, взять вещи и вернуться в дом, который в паре метров от нас. У нас на кухне стояла жареная курочка, которую я приготовила к обеду. Этот ребенок, не удосужившись спросить разрешения, начал уплетать эту курицу. Об этом я позже узнала, поскольку если бы была рядом в это время, то не позволила бы таких действий. Но прикол заключался в том, курочка эта была, ну, очень острой. Должна признать, что это блюдо было полным безумием. Нам с парнем захотелось чего-то остренького. И я немного перестаралась с этой самой остротой. Малая сделала огромную ошибку, о которой тут же пожалела. Мы поняли это после душераздирающих криков. Я в это время была на втором этаже, поскольку не особо хотела находиться рядом с ежематерью. Как я уже говорила раньше, она, мягко говоря, неприятный мне человек. Поэтому я сказала ей, где те самые вещи, которые ей нужно забрать, и ушла по срочным делам. Но, услышав крики, решила спуститься. В это время я же мать уже перевернула все продукты в нашей морозилке в поисках льда и пролила немного молока в попытках избавить свою бедненькую дочь от ощущения пожара во рту. Что тут вообще происходит? Как раз в этот момент я перевела взгляд на блюдо из курицы, которое эта малявка уже успела как следует покромсать. Ты что, не знаешь, что категорически нельзя оставлять острую еду на столе? Ее же захотят попробовать дети. У тебя что, вообще ума нету? Смотри, что ты сделала с моей дочерью. Ну ничего себе, я и так была в ярости от того, что эта личинка испоганила мое блюдо. Так я еще должна ее жалеть? У меня нету детей, с чего я должна думать о таких вещах? Я же мать бросила на меня безумный взгляд в попытках придумать нужный аргумент. Ты в своем уме? Ты же знала, что я приду за вещами. Да мне и в голову не могло прийти, что ты возьмешь с собой дочь. К тому же я и представить не могла, что она у тебя такая невоспитанная. Это просто возмутительно. Да это же ребенок, детям можно все. Нет, я с тобой не согласна. Ты не можешь просто так врываться на кухню в чужом доме и позволять своему ребенку уплетать все, что ему только на глаза попадется без разрешения хозяев. Ах, ты ж бездетная свинота. Моя девочка проголодалась, а ты, как женщина и будущая мать, должна была бы сама позаботиться о том, чтобы было чем угостить маленького гостя. Во-первых, я не приглашала вас в гости. А во-вторых, повторюсь, что нельзя брать чужую еду без разрешения. Ну ты животное. Детей она не любит. Да чтоб ты бесплодная была, ты не заслуживаешь на такое счастье. Я в это время просто молча стояла, а ее счастье продолжало орать от горечи во рту. Да уж, ну и счастье. Надеюсь, тебе сейчас до жути стыдно. Я просто приехала навестить своего брата, а ты мне целый день своей наглостью испортила. Я еще тебе большую услугу оказала тем, что сама пришла за вещами. Была бы хоть благодарна. Я просто ждала, пока она свалит. И до их ухода не проронила ни слова. Я же мать, наконец, взяла вещи, и ребенка потом захватила лед и оставшуюся пачку молока и поплелась к выходу. Мне уже было все равно. Я просто понимала, что больше никогда не пущу эту бабу в свой дом. Отредактировано. В отношениях с соседями все окей. Они и сами не очень любят, когда эта мамашка гостит у них. Хочу поздравить с днем матери женщину, которая этой ночью, не обнаружив меня спящей в постели, вызвала копов по причине пропажи ребенка. К слову, я в это время ела картошку фри, сидя на кухне, и мне 22. Ты должна прийти с нами в церковь завтра. На 10.30. У Элис есть платье для тебя. В нем ты и пойдешь. После служения ты останешься на обед и ужин. Сестра Мередит будет рада тебя увидеть. Я не смогу приехать завтра, поскольку работаю с 10 утра до 7 вечера. Я же тебе говорила не работать в воскресенье. Зачем ты поставила себе смену? Скажи своему менеджеру, что ты не придешь. Тебя забрать или тебя привезут соседи? Мам, я не могу ему это сказать. К тому же я не хочу этого говорить. Тем более начальник мне платит больше за работу в воскресенье. Это стоит того, чтобы пропустить церковь. Это не аргумент. Ты пойдешь с нами в церковь, это не обсуждается. Я приеду за тобой скоро, переночуешь у нас? Хм, нет. Я же сказала, что это не аргумент. Я тебя заберу. Ты должна принимать активное участие в делах церкви. Если бы ты прочитала книгу мормонов и раскаялась, возможно, я бы разрешила тебе выбирать. Но пока ты этого не сделала, я сама все буду решать. Мам, я буду работать завтра. Я продолжу работать каждое воскресенье. Я прочитала полностью книгу мормонов и раскаялась еще в 17 лет. Ты не оплачиваешь мне аренду, ты не плачешь мне за продукты и еду в целом. И в конце концов, ты не плачешь налоги вместо меня. Я уже давно взрослая. Ты не можешь решать за меня. Возможно, если ты не прекратишь так на меня давить, я сниму смену в воскресенье только ради того, чтобы проспать весь день и отдохнуть. Доброй ночи, мам. Собери вещи на завтра, я скоро приеду за тобой. Удачи в попытках попасть в мой дом. Отдай права моему сыну. Итак, я подросток, но по закону уже достиг того возраста, когда можно водить автомобиль в нашей стране. Я девочка и выгляжу немного моложе своих и без того юных лет. Так вот, на данный момент у меня уже есть документ, который подтверждает, что мне можно водить машину под присмотром взрослых. Это, кстати, было предисловие. А вот и сама история. Мы с мамой ехали с магазина, я за рулем и по пути обратно заехали на заправку. Так как веду я, значит и оплачивать бензин пошла я. Встала в очередь, посмотрела в окно и увидела, как на заправку подъехала еще одна машина. Женщина в той машине все время зыркала на меня и через несколько минут она подплыла ко мне. Ты что, водишь машину? Ну да. Ты еще не выглядишь достаточно взрослой, чтобы водить машину. Ну, факт остается фактом. Я не заставляю вас в это верить. Женщина промолчала и вышла. Я, в свою очередь, заплатила за бензин и вышла на улицу. Там меня поджидала эта женщина. Ну-ка покажи мне свои водительские права. Я максимально недоверчиво посмотрела на нее, поскольку не готова была к такому повороту событий. Сейчас же или я вызову полицию? Я достала свои документы и нехотя продемонстрировала их мадам. Что, обмануть меня решила паршивая девчонка? Я же вижу, что это подделка. Нет, вы зря так в этом уверены. Это права для учащихся. Они позволяют мне водить под присмотром взрослых. Да что ты мне лепишь? Я вызываю полицию. Я пыталась пройти к машине, но она схватила меня, а другой рукой уже набирала номер полиции. Меня это не пугало, поскольку я была уверена в своей невиновности перед законом. В это время моя мама, которая все это время залипала в телефоне, наконец обратила внимание на происходящее. Эй, что вы творите? Этот ребенок пытается меня одурачить своими поддельными правами. Ну не переживайте, я уже вызвала полицию. Вы в своем уме? Это моя дочь. У нее настоящие учебные права. Женщина, видимо, уже забыла, что пять минут назад сама вызвала полицию, засунула руку мне в карман и выхватила мое удостоверение. Мы с мамой на секунду впали в шок, но в этот момент подъехала полиция. Она ехала без мигалок, а внутри был всего один полицейский. Очевидно, что он сюда приехал приличе ради, потому что со слов той женщины можно было понять, что это ложный вызов. Что тут происходит? У этого подростка поддельные права, вот посмотрите. Она протянула ему мои документы, полицейский посмотрел на них, потом на нее и сказал. Мэм, они настоящие, как и штраф, который я должен вам выписать за ложный вызов. Нет, пришлите сюда другого полицейского, более смышленного, и я вам это докажу. Сам же полицейский ее проигнорировал и лишь вручил ей бумажку со штрафом, после чего пожелал всего доброго и уехал. Мы с матерью отправились в машину, женщина нам прокричала след. Лучше бы вы отдали эту штуку моему сыну, ему она нужнее, чем этой малолетней шапке. Мы с мамой показали ей средний палец и уехали. Я всего пару раз играла в Майнкрафт, но даже меня эта история зацепила. Батя редкостный козел. У него был мир в Майнкрафт, где он построил на острове довольно... Кто стучит? Повернись. Последний раз в жизни. Он был очень горст собой и... Горст. Горд. Да чтоб ты бесплодная была, а ты не заслуживаясь на... Собака. Ведомления всякие от всяких. Также не забудь глянуть и ожимать против Бравл Старс. 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 Продолжение следует...